Мы находимся в клубе Fighting Sport Arts, обожаю эти субботние или воскресные дни, когда мы едем к чертому куличке, чтобы посмотреть на белых поясов. Мы познакомились с этим человеком, он был, эй ты Миш, это сам, сходи в магазин за пивом. Мы такие с Сухаровым важные синие пояса, панков просто... Важные синие просто. Да, панай... А мы-то тогда были все важные синие. Боря, Мороз. А Миша приехал белым панаехавшим. А теперь он профессор панков. Но школу не закончил. Да, даже ПТУ. Трезвость это здоровье, это жизнь. Это слоган нашей группы. Все, кто нас знает, могут в этом убедиться. Ну, подтвердят и пальцем вверх даже кину. Все, кто были на кемпе, знают. Все, кто были на кемпе, точно знают, что мы пришли на утреннюю тренировку в воскресенье. И мы амбассадовое здоровье, я бы так сказал. Что пить будете? Мужские соки. Вас тоже смущает, что я сегодня вот так вот... По-домашнему. Ну так утро же. Кстати, оно обещает быть добрым. В эфире Ньюзости, которые обещались по понедельникам, чаще выходят во вторник. Ну а сегодня вот вообще среда. И да, и сегодня в среду нам тоже есть, что обсудить в мире российского БЖ и грэпплинга по итогам прошедшей недели. В эфире Ньюзости и сегодня в выпуске. Конечно же, триумфальное выступление российской молодежной сборной на молодежном чемпионате мира по джиу-джитсу. Тихий, мирный, но зато вай какой домашний и компактный ФСА Самый Баттл. Узнаем, как эффективно задушить соперника из топ-контроля. Чем угрожает МОД ЖАСИМ команде Universal Fighters и готовы ли наши ребята к отражению самого страшного? Ну и не только. Начнем по порядку, так сказать, с рубрикой международных новостей. Молодежная сборная России завоевала первое командное место на чемпионате мира по джиу-джитсу. По молодежному джиу-джитсу. На молодежном чемпионате мира по джиу-джитсу. 31 золото, 22 серебра и 43 бронзовые медали привезли ребята домой на родину. А это ни много ни мало. Серьезный отрыв от второго командного места сборной Арабских Эмиратов, которые завоевали, к слову сказать, 16 золотых медалей. А чувствуете отрывчик? С одним НО. Команда Арабских Эмиратов заработала все свои медали исключительно в категории Неваза, так как не выступает в других дисциплинах. Российские же 31 золотая медаль распределились по всем четырем дисциплинам. Неваза, файтинг, докота и до шоу. Нас на этом мероприятии, разумеется, не было. Трансляция была отстойная. Поэтому мы решили все разузнать у человека, который все видел своими глазами. Допросить, так сказать, Евгения Юрьевича Коротких в качестве свидетеля почетного. Доброго времени суток. Мы только что вернулись из Казахстана, где проходил молодежный чемпионат мира по джиу-джитсу. Россияне выступали под нейтральным флагом, как нейтральные спортсмены под эгидой Всемирной Федерации джиу-джитсу, Джи-Джи-Аэф. Выступили успешно, поскольку первое командное место, 31 золотая медаль. Ну, если говорить для паблика БЖЖ Фрикс, думаю, что это стоит рассказать вкратце про Невазу. Значит, что я хочу сказать, мое личное наблюдение. Оцениваю выступление именно в разделе Неваза, сборной россиян, как среднее, удовлетворительное, поскольку для меня индикатором успеха является возрастная категория Ю-21. А в этой возрастной категории всего было одно золото. Его завоевал в престижной весовой категории 94+, представитель Тульской Федерации Владимир Блюм. Был один чуженский финал, значит, девочка стала второй. И несколько бронзовых медалей. Ну, это такая возрастная категория, которая максимально говорящая о том, как происходят дела. Следующий уже адалт. И, в общем, это можно смело назвать таким индикатором, и мерилом происходящих дел в джиу-джитсу в разделе Неваза. В Ю-18 было немножко успешнее, но тоже не сильно благостно. Ю-16 чуть получше, но в Ю-14 еще лучше. В общем, получается такая картина, что младшие возрастные категории все более-менее хорошо, а вот уже ближе к адалтам, ну, такое себе. Есть над чем работать. С условием того, что наши атлеты были представлены по два человека почти во всех весовых категориях, то есть команда была многочисленная. Мы со своей стороны будем это дело развивать, работать, и, собственно говоря, на этом не останавливаемся. Как один из моментов, почему так происходит, я считаю, что два года мы не участвовали в международных соревнованиях по разным причинам. Тоже это сказалось, поскольку международный опыт здесь немаловажен. Ну, и многие другие факторы, которые тоже сказываются на удовлетворительный результат. Если вкратце, то вот такой мой краткий обзор. Если более подробно, то надо тут садиться об этом говорить за чашкой чая и более внимательно на это смотреть. И да, если вам интересны подробности, и если вдруг мы с Евгением Юрьевичем Коротких в своих очень жестких расписаниях найдем состыковки, то мы обязательно сядем за чашечкой чая и поговорим детально о нашей сборной на чемпионате мира, о перспективах нашего джиу-джитсу вообще, ну и вообще проанализируем последние два события в мире джиу-джитсу Федерации GJF на международной арене. И, собственно, в первую очередь поговорим о месте нашей сборной в этой пищевой цепочке. А сейчас уделим некоторое внимание событиям, которые происходили в Москве. 26 августа 2023 года. Не думали, не гадали, да, буквально еще в начале недели не планировали, что заедем на очередной турнир в клубе Fighting Sport Arts. На этот раз это сам батл, то есть летнее сражение. Мы о нем узнали, но, собственно, не слишком заранее и не слишком планировали, но в любом случае не смогли не посетить это гостеприимное местечко. Как минимум, здесь угощают вкусным кофе. На этот раз нас ожидает не очень традиционный формат для ФСА. Турнир пройдет не по грэплингу, а по джиу-джитсу. Во всяком случае, это так было заявлено. И пройдет в двух форматах. Ги и ноу-ги. Ноу-ги идет уже сейчас. И вы понимаете, что чрезвычайно интересные схватки, раз мы стоим сейчас на улице и записываем вот это введение к новостям. Вы здесь за МС или за Рэфли? За МС, за ринг-анонсера. И в том числе и за комментатора. Сейчас вот буду комментировать абсолютку цветных поясов. Белые пояса тоже люди, но их не будем комментировать. И смотрите, мы их тоже не будем. Из любопытного. Михаил Блэк Санта комментирует схватки буквально живьем в микрофон. Не в прямом эфире где-то там в трансляции, а непосредственно живьем. Все-таки свирь произошел. И Фарит получает свои заветные два балла. И знаете, подумалось, а ведь комментирование вслух в микрофон, это как будто бы секундировать обоим спортсменам. Сейчас делает этот это. Он хочет сделать это. Для того, чтобы выйти из этой позиции, нижнему нужно сделать это. Это комментирование или секундирование? В данном случае. Напишите в комментариях у вас вариант правильного ответа. Что-нибудь веселое было уже сегодня? Да, были. Вот сейчас хорошая схватка была. И впереди все хорошие схватки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас, похоже, ожидается интересный финал абсолютно весовой категории, где встретятся два спортсмена, каждый из которых не захочет играть гард, будет хотеть оставаться сверху. Ну, я просто уже посмотрел, что из себя представляет тактика обоих атлетов. Будем посмотреть. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Северюк, но в первой схватке мне попался очень терпеливый Юруслан Мурат Алиев. Он постоянно вкручивается в черепаху, и Северюк ему невозможен получается. Он отдает спину, но не дает заправить второй крючок. Поэтому Северюк не получился. А в финале у меня был мастер спорта по вольной борьбе. Задушить мастер спорта по вольной борьбе очень тяжело. Когда с мастер спорта по вольной борьбе борешься, нужно атаковать ноги, потому что они очень суетятся за ноги, переживают и сразу же сдаются. Поэтому тут тактически немного по-другому переиграл. Ну, красавец, сообразил. Тогда давай, пользуйся случаем, коль скоро мы заговорили за твой семинар, что будет конкретно на этом семинаре? Я так понимаю, что это твой первый семинар, да? Да. И наверняка, ну, люди еще не имеют опыта и представления, что ты можешь давать и что ты будешь показывать. Я уже более восьми лет борюсь на соревнованиях. Мой вообще путь джужицу начался я. Две тренировки сделал и сразу же поехал на соревнования. И уже тогда я питал любовь к удушающим приемам. Я начинал с дарса. Тогда еще дарс мало кто делал. Вот я увидел его у Марсела Гарсии и перенял какие-то свои детали, постепенно добавлял. Так и другие удушающие на это накладывались. Анаконда, удушение из бэкмаунта. Ну, и все приемы, которые можно сделать без топ-позиции. Из сайд-контрол я перехожу на север-юг. Из маунта делаю ручной треугольник. Из спины, соответственно, делаю удушающий риверный качелк либо с различными вариациями. И, соответственно, на моем семинаре будут все эти приемы с деталями, которые я собрал за все эти годы. Возможно, многие вещи вы не увидите на просторах интернета, ни у других инструкторов, ни на соревнованиях, потому что их именно я прочувствовал. И, возможно, ребятам таким же, как я, 80+, которые имеют физические хорошие показатели, эти детали очень сильно зайдут. Что хочется заметить. Наши отечественные борцы набороли свой собственный опыт и могут чем-то делиться. И вот какая штука. Все могут знать технику, там, я не знаю, антриангла, анаконды, удушение из север-юга. Но сколько спортсменов, столько деталей. Сколько спортсменов, столько вариаций этого приема. Собственно, что я рекомендую. Ходить на такие семинары. Даже если вам кажется, что вы все это знаете. Ходить, подсматривать новые детали. Возможно, именно этих деталей не хватает в вашей игре. Многие, я знаю, и в моем зале, и на соревнованиях вижу, заходят в позицию, допустим, север-юга, и не могут доделать прием. Хотя там элементарные вещи можно подкорректировать, которые как раз узнаете на семинаре. И, как я говорю, из этой позиции не уходят. То есть, если я прихватываю на север-юг, чаще всего это 10-10. Обязательно поставьте лайк, если вы были у Тамерлана в позиции север-юг. Не важно, на соревнованиях, на дни борьбы, или на тренировки. Просто хочу посмотреть. И сразу пишите отзывы, чтобы подтвердить его слова. Хорошо, тогда у меня есть следующий вопрос. Я знаю, что у тебя есть еще короночка перуанский галстук. Да, я его добавил в этот семинар, потому что это один из моих любимых приемов. Я вообще его называю не перуанский галстук, а нагайский галстук. Потому что много ли вы знаете перуанцев, хороших в джиу-джицу? Я знаю нагайца, который делает этот прием. Я делал этот прием ребятам топовым, коричневым, черным поясом на соревнованиях. Вот поэтому я покажу перуанский галстук в том числе. Прекрасно. Напомни, время, место, день. Эвол-джим, Дербеневская набережная, 7, строение 6. Большой просторный зал четырехэтажный. Время 12.00. Дата 3 сентября. Я календарь переверну. Мы там обязательно будем. Если вы там будете, вы наверняка попадете в кадр. И более того, там же мы снимем вот этот замечательный, я уверен, что замечательный, семинар в формате видео-версии для сайта BG School Online. Поэтому, если вы вдруг живете в другом городе, мы хотели бы научить душу человека там из север-юга или из любой другой топовой позиции, но в этот момент не можете приехать в Москву, имейте в виду, запись будет. Спасибо. Спасибо. Я думаю, это намного лучше было. Спасибо. 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 Гипотетически. Если вдруг Гордон согласится и приедет сражаться в Аигу, гипотетически, кто в твоей команде выходит против него? Руслан Абдулаев. Готов? Готов. Ну, то, что морально понятно. Морально готов. Так тоже будет готов. Он его уже давно вызывает. И там у них конференция тоже была. И у них в Инстаграме перепалка тоже уже была. Они чуть в комментариях покусались. Я думаю, если Русик подойдет в оптимальной форме своей, он реально может одолеть Гордона. Ну, это без шуток. Если он подготовится, мы его подготовим по-любому. И у нас время тоже есть. Я уверен, что Русик может удивить. А вот полное большое интервью, в котором мы с Мухаммадом обсудили разные вопросы по поводу предстоящего турнира. Ну, и, соответственно, по поводу прошедшей части мероприятия Лиги Чемпионов. Вы сможете увидеть чуть позже на BGFREX TV, в наших социальных сетях. Группа BGFREX ВКонтакте, на Ютубе, ну, может быть, еще где-нибудь. Например, на нашем Телеграм-канале. А сейчас еще об одном скромненьком таком событии. Захотелось мне как-то встретиться со своими друзьями. И вдруг образовался повод для этого. Итак, для чего мы, собственно, сегодня все здесь собрались? Сегодня нам предстоит битва стенка на стенку. Команда черных поясов против вас всех. У нас сегодня здесь вручение черного пояса известному спортсмену, прекрасному тренеру, русскому националисту Евгению Тараканову! Женя, иди сюда! А я выступаю, я выступаю как передатчик, да, я человек, который... Курьер! Да, я курьер. СДЭК, СДЭК-доставка. Вот она, вот так вот выглядит. Я отрабочный африк, а в плюс один. Вот. Здесь вот черный пояс от профессора Цуциаря Косты. Женя, достижения горят сами для себя. Поздравляю тебя! АПЛОДИСМЕНТЫ С Лешей, мы знакомы, в принципе, со времен белого пояса Леши, когда я еще живо не занимался, в комментах воевал на ноутсах, светлое импанье, потом мы познакомились в ЖРУ и прошли достаточно большой путь вместе, да, в путь, как бы, в интернете, путь в реальной жизни. Я Леше за многое благодарен, да, Лешу очень люблю, как и мы все. Тут вот, кстати, среди черных поясов еще есть члены зондроотряда же, да? Леша до фиксов создал несколько легендарных коллективов, просто они были поменьше такие. Ну, собственно, все мы понимаем, для чего мы здесь собрались. Я от себя добавлю, как бы, да, что Леша делал реально титаническую работу. Наверное, нет в России спортсмена, который посмотрел бы про джиу-джитсу больше, рассказал бы про джиу-джитсу больше. Вклад Леши в джиу-джитсу просто нереален, да? Многие семинары бы без него не состоялись, какие-то соревнования бы без него не прошли, какие-то звезды бы не засияли на ней. Леша оставил свой след в джиу-джитсу, ее ученики оставляют след в джиу-джитсу, поэтому... Леша заслужил то, что он сейчас получит, а последний... Но я ему обещал, что его похоронят с черным поясом. Поэтому Алексей Беляев, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Ну, ходим и фингтопаем-то! Но Леша не простой черный пояс, у него будет красивый, ручной работы черный пояс, вот с такой надписью красивой, который организовали его дорогие ученики, а я опять же просто довез. Вот, как представителю команды «Сая Косты» предлагаю Артему Хару, собственно, повязать эту красоту, кстати, этот логотип БЖ-приз. АПЛОДИСМЕНТЫ Так получилось, что в течение недели... Ну, вы знаете, что нам помогал регистрировать нашу команду как БЖФ-тим, как международную аффиляцию, как отдельную самостоятельную команду «Маркус Дутро», это четвертый Дан из Бразилии, мы с ним познакомились, я был еще Пурпуром, с тех пор там постоянно обмениваемся какими-то техническими изысками, какими-то теоретическими, методическими наработками и так далее, и так далее. И так получилось, что именно на этот август выпало два решения со стороны двух профессоров. И вот я не был бы Беляевым выебетным засранцем, если бы я ограничился одним черным поясом. И, собственно, мне прислали еще один сертификат от «Маркуса Дутро», что там бла-бла-бла. Я видосы от обоих профессоров, но они же не могут сейчас к нам приезжать, выложу, там Маркус что-то наговорил, абзацев на пять, слава богу, на английском, и я половину слов понимаю. Думал, обоссусь от страха и от стеснения сегодня. Вчера Маркус мне присылает такую фразу, типа, да все волнуются первый раз, когда надевают черный пояс, и там ты начинаешь думать, а достоин ли я, там, а недостоин. Он говорит, пусть это другие будут думать, поверь мне, там будет людям о чем поговорить. Но я прям уверен, я на неделю, даже если не в комментах, на неделю я дал тему обсуждения людям в раздевалках. Конечно, там, если говорить, достоин ли я черного пояса, нет. Типа, я вдруг резко все джиу-джитсу не выучил. Я никогда не стану чемпионом мира по адалтам, и даже чемпионом России по адалтам я никогда не стану. И вообще не факт, что когда-нибудь выйду на татами. Ну, в смысле, на соревновательной. Да, это как школу заканчивают все. Я не закончил, кстати. Да, но кто-то с красным дипломом, а кто-то так, как я. Собственно, большое всем спасибо, большое спасибо всем дружесторам и так далее. Собственно, на этой позитивно-романтической ноте с элементами заглядывания в будущее я и закончу этот выпуск. Можно было еще много что обсудить, проанонсировать, но давайте не сегодня. Мне еще причесываться. Всем пока, хорошее утро, и прекрасного остатка недели. Муа! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok